Продолжить Роскоп 2021, создать замкнутый контур, докопать жилище номер 4. Также интересной задачей было посмотреть направление внешней стены и, по всей видимости, мы нашли ее, так сказать, конец, хотя может она просто и не сгорела, потому что стену все-таки поджечь тяжелее. Так, в целом, основная задача все-таки докопать сооружение полностью, получить его полные планеграфические очертания для более точной реконструкции в дальнейшем. В плане находок этот год подтверждает информацию исследований прошлых лет, то есть это все так же разбитая керамика, сломанные каменные орудия труда, и, в принципе, они располагаются на тех же уровнях и в тех же, так сказать, участках, в которых они были в прошлых годах. Кайковская культура является довольно уникальной. Ее уникальность заключается в двух факторах, то есть основной маркер археологической культуры – это керамика, поэтому здесь тоже своя уникальная керамика, это плоскодонные сосуды, и на дне даже встречаются орнаменты, что довольно необычно и сильно выделяет эту культуру по отношению к другим. Но, наверное, самое интересное, что волнует именно нас – это, собственно, археологические сооружения, которые мы здесь фиксируем. Это плановая застройка этих сооружений, и даже место нахождения этих сооружений тоже уникальное. То есть это на данный момент суходольная грива, но относительно древних водоемов оно довольно далеко, то есть есть предположение, что это зимние поселения, и вообще здесь два крупных поселения, это Кайкова-1 и Кайкова-2, буквально в 100 метрах друг от друга, и они существовали параллельно, что показывают результаты наших исследований. Ну и наиболее интересно то, как эти поселения были покинуты. То есть если говорить непосредственно о Кайкова-1, у нас есть, так сказать, границы археологических сооружений, которые заполнены, собственно, межилищным пространством, и там нету никакого практически материала. Встречаются какие-то единичные артефакты, но массовый материал представлен на периферии, ближе к наружной стене. И исходя из этого мы можем делать выводы, то что это поселение было покинуто добровольно, а не в ходе какого-либо набега или там стихийного бедствия. Потому что если бы это все происходило недобровольно, то внутри сооружений остались бы артефакты. Люди, они бы просто не успели бы в случае какого-нибудь большого лесного пожара просто собрать все вещи и уйти. Также интересно то, что местные сооружения, они, скорее всего, были сожжены преднамеренно. Потому что если бы, опять же, пламя шло снаружи, то они бы сгорели не полностью, потому что это двухэтажные конструкции, что, опять же, также является уникальным среди неолитических памятников. И верхняя конструкция, она была наземная, но был, если так можно сказать, цокольный этаж, который представлял собой землянку, поверх которой ставилось уже наружнее сооружение. Тяжело пока говорить о назначении, то есть был ли цоколь хозяйственным помещением или верхний ярус. Ну и поскольку часть сооружения находилась в земле, и она и снаружи была присыпана землей, огонь, он бы не смог пройти туда вниз. По нашим данным, все-таки пламя распространялось изнутри, и поэтому сооружения выгорели полностью, и выгорели они одновременно. То есть все сооружения были подожжены в одно время. Ну, уголь собирается не весь, потому что там в верхних слоях уголь тоже встречался, и встречался и крупно, и много, но это горел лес относительно недавно, может, пару сотен лет назад. То есть, а поскольку на данный момент поселение Клюкова-1 является однослойным памятником, то этот уголь, он как бы не залегал в культурных слоях, и поэтому не представлял для нас интереса. А вот уголь, который уже находится глубже, и который мы непосредственно собираем, это, собственно, и есть остатки сооружений, и вообще это фактически единственный способ фиксации сооружений здесь. То есть они расчищаются, и такие более-менее крупные фрагменты угля нами собираются, они раскладываются по пакетам относительно квадратов в секторах раскопов, и потом они моются, просушиваются, и будут отправлены нашим коллегам в другие лаборатории для радиоуглеродного датирования. Изучение болот, оно связано с нашей попыткой изучения палеорельефа. Поскольку в 2021 году были заложены ряд кернов, взятые образцы болот, в них был найден подзол, а подзол говорит о том, что когда-то там, где сейчас болото, рос высокохвойный лес. То есть, как, например, сейчас он растет на этой суходольной гриве. То есть это были либо сосны такие же, либо что-то еще из хвойного. И раз, значит, раз там рос высокохвойный лес, значит, там было продолжение этой гривы. Это поселение, оно поэтому и подразумевается как зимним, потому что оно удаленное от воды. А берег водоема, он находился где-то там дальше, где сейчас болото. И наша задача как раз определить границы древнего рельефа. И также довольно интересным является задача определения типа водоема, который здесь был 8 тысяч лет назад. То есть, если это была река, то здесь происходило запорное рыболовство. А если же это было озеро, то тогда уже представителям Кайковской археологической культуры требовались сети. А раз требовались сети, то должны быть и лодки. И раз были лодки, значит, должны быть какие-то подобия мастерских, где их собирали, и какие-то хозяйственные постройки. И скорее всего, если поселение Кайкова один является зимним поселением, то, собственно, на берегу водоема уже располагалось летнее поселение, где они занимались, ну, больше, я думаю, частью своей хозяйственной деятельности. Поскольку в самом столько остатки каменных орудий труда, связанных с лесообрабатывающей хоздеятельностью. Но при этом, все-таки, раз у нас север, климат суровый, должны были бы остаться, как минимум, какие-то скрипки для шкур, то есть инструменты для других видов хозяйственной деятельности. А сейчас, по имеющимся данным, есть предположение, что было летнее поселение на берегу водоема, где они как раз заготавливали еду на зиму. То есть там, значит, должны быть какие-то охотничьи принадлежности, те же каменные наконечники, стрел, как раз инструмент для обработки шкур и всякое тому подобное. И вот летом они там это все заготавливали, а зимой сюда уже приходили совсем готовыми, просто зимовали. А водоем уже не нужен, поскольку снега здесь много, и его довольно легко топить на воду.